Здарова, на связи Рублев. Сегодня расскажу про то, что Digital Foundry рассказали о Сталкере 2. Давайте приступать. Если видос вам зайдет, продвиньте в топ его вашим лайком и оформите подписку на мой канал. Я же буду начинать. Итак, друзья, Digital Foundry о Сталкере 2 сказали так. Потенциал виден, но заметно, что еще есть над чем работать. К слову, демо-версия шутера стала одной из самых популярных на Gamescom 2023. Специалисты Digital Foundry опробовали демо-версию Сталкере 2 «Сердце Чернобыля». в ходе фестиваля Gamescom 2023, который прошел в конце августа. Обозреватели поделились своими впечатлениями от тестовой сборки в рамках очередного выпуска подкаста Digital Foundry Direct Weekly. После того, как демо-зона открылась, пустители Gamescom 2023 в буквальном смысле побежали к стендам, на которых можно было опробовать демо-версию Сталкер 2. По словам Джона Линемана, в случае с другими играми ажиотаж был меньше. «На первый взгляд, игра выглядит отлично», — заявил Линеман. «Разработчики использовали в Сталкер 2 технологии виртуализированной геометрии нанит и глобального освещения люмен. За счет нанит в игре фактически отсутствует эффект загрузки уровня детализации объектов. В результате этого, качество объектов в игре было всегда высоким, даже на большом расстоянии. «Глобальное освещение с тортировкой лучей в метро происход и расширенные издания выглядят лучше, чем G.I. в Сталкер 2», — заявил Линеман. Тем не менее, эксперт назвал общую атмосферу в игре отличной. В демо-версии авторы Сталкер 2 не использовали нанит для листвы, поэтому ее подгрузку можно было заметить и неоднократно. На деревьях возникал странный эффект, из-за которого они словно немного покачивались. С чем это связано, специалисты не поняли. Возможно, это связано с сыростью и недоработанностью сборки. Как мне кажется. Линеману не понравилось поведение персонажей в демо-версии. По его словам, у NPC не было выраженных лицевых анимаций, а во время разговора они словно смотрели сквозь главного героя. Кроме того, эксперт Digital Foundry назвал голоса персонажей очень необычными. В связи с этим, Линеман предположил, что в демо-версию словно добавили плейсхолдеры, а не финальные версии NPC. Специалисты Digital Foundry положительно оценили поведение искусственного интеллекта в Сталкер 2. Один из врагов во время перестрелки не просто прятался за укрытием, но и впоследствии перебежал в другое место, когда главный герой попытался к нему приблизиться. В результате этого столкновения исход был следующий. Это все превратилось в довольно динамичную погоню. Стрельба, судя по демо-версии, требует доработки, но в ней чувствуется большой потенциал. Линеман отметил, что стрельба точно лучше, чем в первой части Сталкер. Digital Foundry не стали подробно касаться производительности, поскольку речь идет о демо-версии, а не о пред-релизной сборке. В конце разговора о Сталкер 2 специалисты пришли к выводу, что GSC Game World, судя по демо-версии, работает над потенциально отличной игрой. Вот такая новость, друзья, и мнение Digital Foundry о Сталкер 2 мне удалось для вас найти. Пишите, что думаете. Как мы видим, в отличие от журналистов PC Gamer, PC Games N, GameStar и других экспертов, игру эксперты Digital Foundry оценили совсем по-другому и в положительном ключе, не отмечая большое количество багов и недоработок, а также сыроватость игры. Однако отметили, что освещение похуже, чем в Метро Исход, и также добавили, что есть проблематика с подгрузкой листвы, так как в ней не используется на нит. Также хочу добавить, что у многих комментаторов смех вызвало то, что стрельба стала лучше, чем в первом Сталкере. Хотя между играми огромное количество времени, учитывая их дату выхода, и логично, что она стала лучше, и как бы это так и должно быть. Также, кто-то стал задаваться вопросом, почему собственно стрельбу в Сталкере часто критикуют, ведь возможно она не так и плоха, как про нее говорят. Кто играл в первой части Сталкера, напишите, как вам стрельба в тех версиях игры, и хотели бы вы, чтобы она стала лучше. Хотя это неизбежно, как мне кажется, что стрельба спрогрессирует, как и между играми огромное количество времени. Также обязательно напишите, если бы вы были на gamescom, или вы на нем даже были, и вам удалось поиграть в демку этой игры, напишите ваше мнение в комментарии, будет очень интересно почитать и узнать, как дела обстоят на самом деле, и услышать мнение обычных игроков, а не журналистов. В любом случае, до выхода игры осталось не так уж много времени, и скоро мы с вами все затестируем, проверим и поиграем. Я же на этом буду подводить к концу данное видео, до скорых встреч друзья, спасибо что смотрите, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok